Взрывное устройство 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 В ходе обсуждения вице-спикер Татьяна Бадьяна обратила внимание участников заседания на необходимость разработки детального плана межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений. Также она предложила всем заинтересованным сторонам высказать свои предложения и замечания к проекту закона, которые будут учтены в итоговом документе. Лучший участковый страны живет в Ненецком округе. Участковый, уполномоченный поселка Каратайка, капитан полиции Стас Шистерев стал победителем всероссийского конкурса «Народный участковый». Сегодня, в день празднования Дня участковых, уполномоченных полиции, награду победителя вручил министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев. Кроме победы в престижном конкурсе, Стасу Шистреву присвоили в ней очередное звание майора полиции. А из рук официального представителя компании «АвтоВАЗ» спонсора конкурса «Народный участковый» получил ключи от главного приза автомобиля «Лада Гранта». Слава представляется народному участковому 2015 года, участковому полномоченному полиции УМВД России по Ненецкому автономному округу, майору полиции Стасу Игоревичу Шистереву. Этот конкурс, он поднимает престиж нашей профессии до высокого уровня. Моя победа – это победа всех жителей Ненецкого автономного округа. Хочется стремиться к еще большим успехам в службе для более эффективного решения нашей главной задачи – охраны и защиты прав граждан. Лучшего участкового жители всей страны выбирали посредством интернет-голосования. В конкурсе участковых приняли участие 83 сотрудника МВД. Участвовали в электронном голосовании 88 тысяч человек. Были введены новые правила подсчета. Был введен так называемый индекс доверия, когда количество онлайн проголосовавших соответствовало количеству численности населения, проживающим в том или ином регионе. Все это нам позволило полностью исключить какие-либо манипуляции. По словам Владимира Колокольцева, сегодня в системе МВД служат 45 тысяч участковых уполномоченных полиции. И этот конкурс позволяет жителям страны увидеть за званием участковых конкретных живых людей, узнать об их службе, достижениях и успехах. В селе НЕ сможет появиться еще одно крестьянско-фермерское хозяйство. Беспрецедентную поддержку молочным животноводам оказывает округ. Первые соглашения на субсидии уже заключены. Всероссийский форум местных отделений партии «Единая Россия» прошел в Москве. Он проводился впервые по инициативе Дмитрия Медведева. Формат форума многие назвали уникальным. Ведь впервые во своей истории «Единая Россия» собралась секретарей местных отделений партии со всех регионов страны. В рамках форума прошли дискуссии на 10 площадках. Алина Боучейская продолжит тему. Основной темой обсуждения для партийцев стало грядущее в 2016 году предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от партии. Предстоящий праймерис для России проект уникальный. Участие в нем смогут принять не только члены партии сторонники и беспартийные, но также оппоненты «Единой России» при условии, что они официально не будут поддерживать отношения с другими партиями. Кроме того, председатель «Единороссов» Дмитрий Медведев потребовал, чтобы все члены «Единой России» перед выборами участвовали в дебатах. Это повысит конкурентоспособность, мастерство и уровень агитационной работы кандидатов, которые в дальнейшем будут участвовать в выборах 2016 года. Вопрос о дебатировании в преддверии внутрипартийного голосования, а также дебатировании на предвыборной кампании, он становится актуальным. Люди, которые не умеют общаться, не умеют довести до избирателя свою программу, но свои намерения, естественно, не могут услышать людей и отстаивать свою точку зрения, действительно не должны являться кандидатами от партии. Кроме того, обсудили нововведения в антикоррупционном законодательстве, распространившие запретные иностранные счета и активы на представителей региональной и местной власти и установившие ответственность за непредоставление декларации о доходах и расходах для депутатов всех уровней. Этот вопрос, кстати, актуально назвали и единороссы из Ненецкого округа. В нашем округе 19 муниципальных образований, сельских поселений, одно городское поселение. И на самом деле, введение практики декларирования доходов и расходов депутатами, которые являются простыми людьми и делают очень важную работу, и вот насколько это встретит у них понимание, это очень важно. Для этого, конечно, надо очень большую работу провести, разъяснительную, и в том числе и по линии партии «Единая Россия» мы будем ей заниматься. На пленарном заседании форума об изменениях в политической ситуации рассуждали федеральные эксперты. Завершился форум выступлением председателя партии, премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он также обратил внимание на важность обеспечения социально-экономической стабильности в стране в условиях существующих ограничений и давления на Россию извне. Кроме того, председатель «Единой России» призвал партийцев нацелиться на легитимную победу на предстоящих в 2016 году парламентских выборах. Секретарь местных отделений «Единой России» – это такой незаменимый пул универсальных специалистов. Вы ведь в силу просто служебных обязанностей разбираетесь и в государственном управлении, и в политике в целом, и в защите прав граждан. И ваши знания и опыт особенно будут востребованы в самое ближайшее время. Предстоящий год он особый. Выборы в Государственную Думу, избрание 38 законодательных собраний в регионах, также органов местного самоуправления разного уровня в избирательном процессе смогут участвовать более 70 партийных структур, и, конечно, всех нас ждет жесткая конкуренция. В этих условиях от актива партии требуется максимально мобилизоваться. Но, понятно, это такой общий призыв – мобилизуйтесь. Что это означает? Это просто означает, что мы должны все нацелиться на уверенную победу, при этом помнить, что наша победа с вами должна быть легитимной. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север», Москва. В Нинецком округе разработана пятилетняя программа содействия занятости населения. За это время на реализацию госпрограммы планируется направить 295,5 миллионов рублей. Из них 259 из окружного бюджета, 56 из федерального. В 2016 году на реализацию программных мероприятий планируется направить 69,5 миллионов рублей. По данным разработчиков госпрограммы, с начала этого года 47 организаций заявили о возможных предстоящих увольнениях и сокращениях 307 работников. Заявленная потребность различных организаций в работниках с начала текущего года составила чуть более полутора тысяч человек. Между тем, в центре занятости отмечают низкий профессионально-квалификационный состав безработных, состоящих на учете. Поэтому в госпрограмме содействия занятости населения предусмотрены средства на профессиональное обучение и дополнительное образование безработных с учетом потребностей рынка труда. Кроме того, программные мероприятия предусматривают регулирование внешней и внутренней трудовой миграции, выплату пособий по безработице. Отдельные мероприятия направлены на государственную поддержку слабозащищенных категорий граждан. Так, программой предусмотрены средства на создание специализированных рабочих мест для инвалидов, трудоустройства многодетных родителей, безработных женщин с малолетними детьми, граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Одна из наиболее популярных форм работы – самозанятость населения. Причем все больший акцент делается на сельское хозяйство. Подтверждение тому – создание крестьянско-фермерских хозяйств на территории региона. Еще одно, например, может появиться в НИСИ. Сейчас будущие предприниматели собирают необходимые для регистрации документы. А пока местную молочку жители села приобретают у Александра Латышева. В этом году начинающий фермер на средства гранта из окружного бюджета скупил трех коров. За месяц мини-ферма теперь производит до полутора тонн сырья. Отбоя от желающих приобрести местную высококачественную продукцию нет. В этом лично убедился представитель фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантий, который побывал в НИСИ с рабочей поездкой и зашел в гости к начинающему животноводу. В настоящий момент у фермера четыре коровы, один бык и теленок, который появился на свет совсем недавно. Молоко фермер реализует по цене 60 рублей за литр. Хорошую поддержку на реализацию продукции, как и все молочные животноводы округа, Александр будет получать из окружного бюджета. А это ни много ни мало 100 рублей на литр реализованной продукции. В скором будущем в селе появится еще один молочный фермер. Лариса Ордеева планирует участвовать в конкурсе грантов на создание собственного бизнеса в ноябре этого года и организовать крестьянско-фермерское хозяйство. Дело осталось за регистрацией. Безусловно, сельское хозяйство – это приоритет. Это ведь та сфера, которая обеспечивает жителей натуральными продуктами и свежими, причем которые произведены здесь же. Помимо сельского хозяйства предприниматели из НИСИ интересует торгово-закупочная деятельность. В частности, та поддержка, которая оказывается в сфере розничных продаж. За ее плечами век наблюдений и сбора климатических данных. Морской гидрометеорологической станции «Каненос» исполнилось 100 лет. Россия презентует в комиссии ООН обновленную заявку на расширение свыше миллиона квадратных километров морского дна арктического шельфа. Подготовка идет полным ходом. Презентация намечена на февраль 2016 года. В заявке обосновывается, что морские границы России в Северном Ледовитом океане являются продолжением ее территории, в частности, континентальной окраины, а не частью Мирового океана с отдельными океаническими подводными хребтами. По конвенции ООН экономическая зона государства может быть увеличена в том случае, если морское дно за ее пределами является естественным продолжением материка. На этих глубинах может находиться до 30% неразведанного природного газа и 15% нефти в мире. Помимо России на эту зону претендуют Дания, США и Канада. Только Россия пока остается первым претендентом на шельф, так как США и Канада не подавали заявку, а Дания, которая считает, что право на продолжение континентального шельфа дает ей Гренландия, подала заявку гораздо позднее России. Рассматривать этот документ в ООН по регламенту возможно не ранее, чем через 10 лет. Морской гидрометеорологической станции «Канин нос» исполнилось 100 лет. Одна из первых станций на Русском Севере была открыта гидрометслужбой Северного Ледовитого океана и Белого моря. Первым наблюдателем был матрос-сигнальщик с поста наблюдений и связи. В годы Отечественной войны информация, предоставленная станцией, играла важную роль в обеспечении деятельности военно-морского флота и авиации. За свою столетнюю историю работа на «Канином носу» приостанавливалась всего однажды. С сентября 1918 года по август 1919 в самый разгар гражданской войны. Станция «Канин нос» расположена на мысе с одноименным названием. Он является оконечностью полуострова Канин и представляет собой невысокий и узкий выступ суши, который омывается водами Белого и Баренцева морей. И непосредственно перед ним проходит водораздел между морями. За годы своей работы оборудование станции совершенствовалось. Дважды переносилась метеорологическая площадка. Сейчас данные климатической станции используются синоптиками для прогнозов, а также для международного обмена. Такова была информационная картина дня. На этом у меня все. Далее прогноз погоды.